Изучение явления кликбейт в журналистике и его влияние на международные отношения, экспрессивная роль тропов и стилистических фигур в мире современного фигурного катания, именование галактики Млечный Путь в географическом аспекте. Все это темы проектов юных исследователей. Сочинец же Петр Першин презентовал экспертам конкурса «Альтернативные методы электроэнергетики в городе Сочи». Это солнечная батарея, которая вырабатывает энергию из солнечного света. И может запустить разные лабораторные приборы, к примеру, лампочка. Также есть звуковой индикатор. Всего на 141 участника в этом году 160 исследовательских работ. Темы непростые, ребята разносторонние и достаточно эрудированные. Поэтому, как отмечают сами члены жюри, их задача не отставать от юных исследователей, вникать в каждую тему и понять каждого участника. Ведь проекты затрагивают самые разные научные области, так как в рамках троп открытий Вернадского одновременно проходит несколько конкурсов. По многолетней традиции они проводятся в Центре творческого развития и гуманитарного образования Сочи. Один из конкурсов второй раз, другой четвёртый раз, третий, двенадцатый раз. То есть это традиционная площадка для проведения таких вот научных конкурсов, для вот таких маленьких-прималеньких исследователей. И даже есть дошкалята. Завтра будут подведены итоги, будут дети награждены. Я думаю, что основная масса из них – это будущий научный потенциал России. Цель конкурса имени Вернадского, учёного-естествоиспытателя, это интеллектуальное и личностное развитие школьников. Ну а главная задача в том, чтобы всем его участникам захотелось и дальше работать в выбранной ими области, исследовать мир вокруг и делиться друг с другом своими результатами. Лауреаты регионального этапа войдут в состав команды Краснодарского края для участия во всероссийском этапе конкурсов исследовательских работ в Москве. Ну а местный конкурс будет расти и развиваться, а в следующем году Сочи ожидает юных исследователей со всех 44 районов Краснодарского края.